Привет! У микрофона покатился Сергей. В этом уроке я расскажу вам про кривые и циклы. Перед вами на экране две сферы. У одной из них движение линейное, у другой нелинейное. Если мы перейдем в секвенсор, то вы увидите, что у линейной сферы ключи проставлены в виде треугольников. Если мы нажмем на один из них правой кнопкой мыши, то вы увидите, что K-Interpolation стоит linear. Также вы можете посмотреть интерполяцию в виде графика. Вы можете выбрать ось, по которой у вас идёт движение. И вот здесь вы можете нажать «Показать график». Вы увидите ключи только уже в виде кривых. Здесь у нас стоит линейная интерполяция. Поэтому график у нас просто состоит из прямых. Во второй сферы движение нелинейное. Если мы в секвенсоре выберем ключ и нажмём правой кнопкой мыши, вы увидите в K-Interpolation стоит кубик. Если же мы зайдём в графики, вы увидите следующую кривую. Её уже откорректировал я, чтобы показать вам более реалистичное движение объекта. Почему это движение кажется нам более реалистичным? Для этого я советую посмотреть вам 12 принципов анимации, где более подробно об этом рассказывается. Но если кратко, то один из принципов заключается в том, что у движения должно быть ускорение и замедление. И как раз с помощью кривых мы этого добиваемся. Но на практике в создании синематиков, либо мобильной рекламы, я очень часто использую просто автоматическую интерполяцию. То есть это K-Interpolation, кубик авто. И изредка использую линейную интерполяцию. Для того, чтобы показать вам какие-то практические примеры, вам нужно скачать ассет Вильтаун. Он находится в маркетплейсе Unreal. Для того, чтобы его добавить в свой проект, после скачки вы нажимаете «Добавить к». Здесь выбираете свой проект. Например, у меня проект 6. И нажимаете «Добавить к проекту». Поддержать данную серию туториалов вы можете, подписавшись на меня на Boosty. И еще подписывайтесь в ВКонтакте и Телеграме, где я рассказываю о создании мобильной рекламы в Unreal Engine 5, с какими проблемами я сталкиваюсь и как их решаю. Все, собственно, я описываю там. После того, как вы зайдете в Unreal, у вас в папке «Контент» появится ассет Вильтаун. Здесь вам нужно зайти в папку «Maps» и открыть файл «Demonstration». Это наш уровень со всем содержимым. Первый раз у вас, возможно, будет долгая загрузка, так как будут загружаться все шейдеры. Это обработка света и материалов на уровне. После этого здесь мы создадим нашу секвенцию. Animation Level Sequence. Назовем ее «1». И добавим в нее пару объектов. Например, вот эту машину, которая находится на окраине города, для того, чтобы показать вам наглядное использование кривых. После добавления машины в секвенсор изменим одну настройку. Перейдем, где у нас настройка FPS и сделаем Showtime as seconds. Я делаю это для того, чтобы время отображалось в секундах. Так, больше понятности для людей, в принципе. То есть, у нас движение будет, например, от 0 до 10 секунд. В 0 мы ставим ключи по трансформу, сдвигаем на 10 секунду, передвигаем машину. Для того, чтобы, кстати, нажимать либо передвижение, либо вращение, либо Scale, есть горячие клавиши V, E и R. То есть, я нажимаю V, у меня выбирается трансформ. Нажимаю E, у меня выбирается разворот. И R нажимаю, то это Scale. В общем, я передвинул машину и нажимаю опять Transform. Если мы выберем ось X и нажмем показать график, вы увидите, у нас создалась автоматическая кривая. Для того, чтобы показать вам, какие виды интерполяции еще бывают, давайте создадим на пятой секунде еще один ключ. И при выборе его вы видите, что здесь выбран автоматический тангенс. Какие еще бывают у нас настройки, точнее, какие я чаще всего использую в работе, это User Broken Tangents. Если вы выберете его, то вы можете изменять вот эти вот усики, левые и справые, не влияя на противоположные. То есть, вы можете менять слева одним образом, справа другим образом. И дополнительная настройка есть Toggle Weight Tangents. При выборе ее можно более свободно изменять эти усики, как вам хочется. То есть, давайте продемонстрирую вам на примере машины. Здесь у нас будет долгое замедление. Здесь у нас будет долгий разгон. То есть, вот у нас движение по оси X. Вначале медленно-медленно разгоняемся. Здесь ускоряемся и потом долго замедляемся. Давайте посмотрим, как это выглядит теперь на сцене. Бывает такое, что вам нужно, например, сделать вначале ускорение, потом какое-то линейное движение, и в конце опять замедление по кривой. Для этого мы можем выбрать на второй секунде создать ключ, на восьмой секунде создадим ключ. Выберем их и нажмем тут Linear. И у нас получится, что движение вначале идет с ускорением, потом переходит в линейное, и в конце опять замедляется по кривой. Теперь перейдем к кривым. Если мы также выберем нашу ось, перейдем в раздел графиков, и нажмем после последнего кейфрейма на кривую, у вас будут тут две настройки, Pre-Infinity и Post-Infinity. Pre-Infinity значит цикл перед первым кейфреймом. Post-Infinity — это какой будет цикл после последнего кейфрейма. Например, выберем первую настройку «Обычный цикл». Что мы увидим? У нас машина будет двигаться с первого по последний кейфрейм, и затем этот цикл будет повторяться заново. Еще настройками цикла вы можете управлять вот здесь, выбирая Pre-Infinity выбор цикла и Post-Infinity. Давайте посмотрим, какой еще цикл мы можем сделать. Например, с оффсетом. Что это значит? Наша кривая будет повторяться все время, но у нее будет смещение все время вверх. То есть по координате х вверх — это значит у нас все время вперед. То есть движение машины будет повторяться у нас ускорение, потом замедление, но все время будет идти по прямой. Еще один из вариантов цикла у нас есть Oscillate или Ping-Pong. Он так называется, потому что у нас движение идет вначале вперед и потом назад. Точно такая же кривая будет. И давайте покажу вам на примере создания сигналки для полицейской машины, как можно еще использовать циклы. Давайте добавим источник освещения Spotlight. Spotlight — это что-то типа фонаря. Мы закрепим фонарь на полицейскую машину. Для этого вам нужно зажать Spotlight левой кнопкой мыши и перетащить его на полицейскую машину. Дальше вам предложат, где закрепить источник освещения. Здесь вы увидите набор костей. Да, у машины есть кости, потому что это скелет-меш. Об этом я поподробнее расскажу в следующих видео. Мы нажимаем Car Body и закрепляем источник освещения за машиной. Трансформы у источника освещения мы обнулим и сами передвинем, куда нам нужно. Первый Spotlight мы закрепим, где у нас красный фонарь. Я выбираю с помощью нажатия на E перемещение, точнее вращение, и делаю направление света прямо. У источника освещения я изменю пару настроек, а именно интенсивность выкручу на 5000, чтобы было нагляднее. Цвет мы сделаем красным. Уберу здесь голубой по нулям. Нажимаем ОК. Уберу галочку Use Inverse Squared Follow. И на этом все. Дальше мы добавляем наш источник освещения в Sequencer. И у него добавим трек Transform, потому что изначально у источника освещения трансформа нет. Мы будем изменять ось Rotation Yav. То есть она нам позволяет крутить источник освещения. Нажмем 0. Добавить ключ. И где-то через полсекунды 360. Дальше для создания цикла выберем эту ось. Перейдем в графики. Выберем последний ключ. И после последнего ключа сделаем цикл. Что мы увидим? У нас будет вращение красного источника освещения по кругу. Дальше все то же самое нам нужно сделать, только теперь создать синий источник освещения. Мы продублируем красный. Нажмем Ctrl-C, Ctrl-V. У этого источника освещения мы поменяем на синий. И сделаем по нулям. У синего Blue 1. И мы немножко поменяем у него позицию. То есть сделаем его над синим фонарем у машины. Его я также переношу в наш секвенсор. И добавляю трек Transform. Копирую ключи с красного источника освещения. Вставляю в синий источник освещения. И единственное, что у вас при переносе ключей, когда вы копируете и вставляете, не сохраняется цикличность. То есть вам все равно нужно переходить в график опять, выбирать последний ключ и опять создавать цикл. Только после этого у вас будет цикличное движение. Единственное здесь, что стоит поправить, это сделать так, чтобы у нас источники освещения не вращались одновременно. Для этого у синего источника освещения я смещу ключи где-то на 0.25. И тогда у нас будет движение по очереди. Красный и синий. Теперь все, что нам остается, это подвинуть саму машину. Выбираем в Outliner нашу машину. Переносим ее в Sequencer. Выбираем точку начала. Создаем Transform. Выбираем где-то у нас 15 секунду, предположим, ну или 17 секунду. Двигаем машину на центр города. Опять создаем Transform. И сделаем движение линейным. У нас получается машина, которая едет линейно. У нее при этом вращаются два источника освещения и создают своего рода сигналку. Ну и напоследок разберем самый сложный кейс. Это когда он нужен не бесконечный цикл. Например, у нас есть машина, которая делает цикл туда-сюда. И вы хотите в определенный момент, чтобы она прекратила этот бесконечный цикл и поехала уже просто вперед. Для этого нам опять нужно перейти в нашу кривую, например, по оси Х, по которой у нас уже цикл есть. И вы должны выбрать момент, который вам нужно, чтобы цикл остановился. Нажать правой кнопкой мыши. Здесь в секвенции. Перейти в Edit и нажать Split Section. Ваша секция трансформа теперь разделится на две части. Вот я могу ее сдвинуть. То есть у нас есть часть, в которой цикл, и у нас есть вторая часть, в которой мы еще пока что не задали. Но вы можете заметить, что здесь создаются ключи. Это делается для того, чтобы сохранилось последнее значение в каждой секции. То есть здесь сохраняется точка в конце, а здесь точка в начале. Но так как у нас в этой секции просто цикл, нам вот эта точка больше не нужна. Мы ее удаляем. А во второй секции мы можем задать уже то движение, какое вы, собственно, хотите после конца цикла. То есть, например, у нас машина два раза проходит цикл, и в этот момент вы уже можете назначать ей движение, какое вам нужно. Я смещу просто вперед и добавлю точку. У нас получается так, что машина делает пару циклов и начинает какое-то уже другое движение. Какое вам угодно. Можете задать сами. Единственный нюанс, который вы замечаете, то, что у вас опять начинается цикл во второй секции. Почему так происходит? Потому что при разделении настройки цикла сохраняются. Вам нужно опять перейти в кривые. Вы увидите здесь то, что их уже две. Первая — это наш вот, где был треугольный такой цикл. А вторая — это вот более такая плавная кривая. Она появляется вот как раз здесь. И потом она опять же зацикливается. Нам нужно просто этот цикл убрать. Изменим постинфинити на константу. И все. То есть, сейчас у нас просто движение по прямой, и оно здесь заканчивается после этой точки. Так, собственно, вы можете закончить ваш цикл когда угодно. Основная идея — это просто Edit и Split Section. Так вы разделяете, собственно, на несколько секций все ваши трансформы, какие нужны. Ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии и задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Продолжение следует...